Всем привет! Меня зовут Илья. И в этом видео я покажу вам сегодня, наверное, самые используемые мной боксы при игре на басу. Я их использую для всего. Для игры, для придумывания игры рифов, для импровизации, создания заполнений филов, мелодий и вообще для души поиграть. Всегда эти боксы и паттерны приятно. Они хорошо звучат. На самом деле, не только я их использую, это популярные у всех музыкантов боксы. Они эффективны, они звучат хорошо и всегда работают. Поэтому сегодня, если вдруг вы о них не знали, для вас это будет, можно сказать, откровение и шаг вперед. Вот так вот. Так что, как говорит моя любимая НРС-сеть, приготовьтесь же поскорее к увлекательному путешествию, мир расширения ваших музыкальных возможностей. Это чудеса! Итак, речь сегодня пойдет о четырех боксах, о четырех паттернах. Два из них будут минорными и два из них будут мажорными. На прошлой неделе я снимал видео про блюзовую гамму и если вы вдруг с ней не знакомы, не посмотрели это видео, то рекомендую его посмотреть, потому что и сегодняшний материал будет связан с тем материалом. И для более полной картины происходящего то видео будет полезно. Давайте же приступим. Значит, начнем с минора. Первая ступень соль. По традиции взяли соль. Будем вокруг нее плясать сегодня. Вокруг этой соль. Первый бокс минорный, когда у нас наша первая ступень находится на четвертой струне. Вот он. Вот он, первый бокс. Значит, давайте же соединим его со вторым боксом, когда у нас наша первая ступень будет на третьей струне и будем уже от третьей струны двигаться. Давайте смотреть. Второй бокс. Вот таким вот образом. Я соединил первый минорный бокс и второй минорный бокс. И обыграли соль минорный тональный. Звучит прекрасно. Можно импровизировать, играть, создавать филы, риффы. В общем, классный бокс. Его важно знать. Значит, давайте в итоге посмотрим, что мы здесь играем. Это этот бокс основан на минорной пентатонике нашей стандартной. Ну, немножко мы ее усложняем, немножко мы ее расширяем. Добавляем, опять же, проходящие ноты из блюзовой гаммы. Тем самым мы делаем эту пентатонику еще более универсальной, так как уже можем использовать ее, добавлять в нее немножко напряженности и расширять, соответственно, ее используемость. В общем, вот такой вот первый минорный паттерн, основанный на минорной пентатонике и добавлении блюзовых проходящих нот. Мы рассмотрели два бокса, когда у нас первая ступень на четвертой струне и первая ступень на третьей струне. Соответственно, вы можете дальше посмотреть и попробовать посочинять какие-то свои линии на основе вот этого бокса. Дальше у нас на очереди два мажорных бокса. Посмотрим по тому же алгоритму сначала четвертой струны и далее третьей струны. Соответственно, и соединим, посмотрим, как это будет звучать. Давайте посмотрим первый бокс от четвертой струны. У нас нота соль, первая ступень. Вот так вот звучит первый бокс. Гораздо более позитивно звучит, гораздо более светло, чем минорный, соответственно. Естественно, хорошо подойдет для какой-то более такой легкой музыки. Вот. Давайте посмотрим. Соответственно, перейдем ко второму боксу и соединим эти два бокса. Вот мы пришли, зацепили здесь за ноту соль и смотрим на второй бокс. Вот таким вот образом. Соответственно, здесь у нас находится... Здесь можно как раз-таки попробовать обыграть второй бокс, который у нас от третьей струны. И таким образом охватить большее количество нот на грифе, большее количество область грифа. И, соответственно, возможности у нас открывается гораздо больше при сочинении рифа, при сочинении каких-то импровизаций, соло, заполнений. То есть очень классный бокс, соответственно, охватывает большое количество нот. И совершенно несложный, и работает универсальный для любой музыки в любых условиях. В общем, никогда не подводит, по крайней мере, меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, заключение. Сегодня мы рассмотрели четыре классных бокса универсальных, посмотрели рифы, поиграли, как это может использоваться на практике. Выяснили, опять же, как можно использовать эти проходящие ноты, ноты блюзовой гаммы, мажорная пентатоника, минорная пентатоника. Это самое универсальное, то, что есть. И многие музыканты мира, большинство таких знающих, понимающих, используют такие боксы, потому что они работают, они универсальны, всегда звучат. И когда вы их знаете, вы уже не тратите время какое-то там на то, чтобы что-то придумать. Все уже как бы есть. Не надо изобретать велосипед, уже есть такие рабочие схемы, рабочие паттерны, которые классно звучат еще при этом. Соответственно, что касается использования, несколько слов о заключении скажу в плане аранжировки. Лично у меня в голове такая сложилась ситуация, что, к примеру, если мы играем что-то такое песенное, что-то легкое, что-то такое поп-рок, такое, как сказать, ненавороченное, легкие песни популярные, то тут, наверное, лучше использовать пентатонику обычную, минорную или мажорную, играть филы на обычной пентатонике, потому что в таких партиях, в таких линиях, там бас не должен быть перегружен каким-то смыслом, какими-то нотами большим количеством. Там надо играть максимально лаконично, поэтому подойдет больше пентатоника обычно. Но если вы, например, играете сольно, играете какие-то сольные партии, импровизации, блюсы или джаз, то здесь уже можно как раз-таки расширить пентатонику, добавлять вот эти вот проходящие ноты, пониженную третью, пониженную пятую. Посмотрите еще раз, опять же, видео про блюзовую гамму, там я об этом говорю. Но здесь мы тоже это затронули. Соответственно, в такой музыке уже можно пентатонику расширить и усложнить вот этими проходящими звуками, потому что в такой более джазовой, блюзовой музыке и в соло там будет недостаточной пентатоники, она будет звучать очень пресно, очень сахарно в такой музыке. То есть там это будет недостаточно. Но опять же, есть исключения, например, если в какой-то популярный рок-песне в основном рифе использовались проходящие ноты, в основной линии баса, например, или в рифе, такое может быть. Особенно там в старом каком-то уроке. То в заполнениях можно тоже приемлемо также использовать эти проходящие ноты. В общем, вот такие моменты. Также, например, в медленных композициях, каких-то балладах тоже надо быть аккуратно с использованием проходящих нот, потому что неизвестно, прозвучат ли они там. В общем, вот такая у меня сегодня была информация. Такие вот четыре прекрасных бокса. Посмотрели, соединили. Надеюсь, было полезно. На Boost, как всегда, традиционно будет нотное приложение. Проходите, подписывайтесь. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик. Это важно. Это нужно для канала и так далее. В общем, вот такое сегодня было видео, такой урок. Спасибо, что посмотрели. Всем любовь, доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok